Окей, всем привет! Добро пожаловать на вводное занятие. Это занятие по soft skills, которое поможет вам быть мотивированными, вдохновленными. И как говорят HR, когда мы трудоустраиваем наших студентов, они говорят soft skills first, то есть они говорят о том, что 50% вашего успеха — это hard skills, так называемые, то есть это ваши технические навыки. Как вы умеете хорошо писать, как вы умеете хорошо владеть программами, как вы умеете быстро делать то, что от вас просят, да, то есть все это — это hard skills. То, о чем мы говорим сегодня, всего лишь одно занятие, которое будет идти полтора часа — это soft skills, то есть это о том, как вы умеете коммуницировать, как вы умеете быть вдохновленными, насколько порядок в ваших мыслях и т.д. и т.п. Сегодня будем говорить об этом. У нас есть чат, вы можете туда писать, если хотите, и это занятие, с которого официально начинается ваш курс по моушн-дизайну. Вас ждет два месяца, даже три месяца такой активной работы, и я хотела бы, чтобы они были максимально продуктивными, и чтобы после этого курса начался ваш творческий взлет, что очень часто бывает, и я хотела бы, чтобы это с вами случилось. И, как вы уже, наверное, знаете, мою историю, ее можно почитать в Инстаграме с хэштегом «Моя история». Когда я только начинала свой путь, мой преподаватель, она сказала мне, что реально максимально 20% таланта, реально 5% таланта, остальное — это моя трудоспособность. И она сказала мне, если ты даже чуть-чуть недорабатываешь, эта недоработка чуть-чуть сегодня, она сказывается. Поэтому я прошу вас настроиться на работу и эти пару месяцев работать на 100-500%, на полном максимуме, находить на это время, и я хочу, чтобы у вас все получилось. Вот, поехали. Сразу пройдемся по орг-моментам. Структура курса такая. У вас есть преподаватель, это Алена Ракелова, она очень опытный моушн-дизайнер, и она будет заниматься с вами и передавать вам свой опыт, свои знания, максимально структурированно, насколько это только возможно. Она будет отвечать на ваши вопросы, помогать с вашим продвижением вперед. Также у вас есть куратор этого курса, и у вас будут команды. И также у нас есть психолог, если у вас возникают какие-то вопросы именно психологического характера, вы чувствуете, что вам сложно, вы можете написать мне в любой момент, и мы организуем вам личную консультацию с психологом, это бесплатно в рамках этого курса. Что касается самой структуры, то есть преподаватель преподает вам информацию, лекции, вот, далее на все вопросы вам отвечает куратор, и также у вас есть команды, которые будут распределены по скраму, чтобы вы могли работать как в реальном продакшене. То есть вы будете работать командно на этом курсе. В каждой команде будет где-то ориентировочно 5-6 человек, и у каждого из вас будет своя роль, и вы будете помогать один другому, то есть у вас будут индивидуальные занятия, и также командные. Поэтому очень важно поддерживать друг друга в команде, и если кто-то из вас более сильный в дизайне, вы поддержите команду как дизайнер. Если кто-то более сильный с точки зрения идей, то к вам за этим можно обращаться. Мы это распределим, и вот такое командное взаимодействие, оно дает шикарные результаты. Если, может быть, вы видели работу наших ребят в Инстаграме, 3D-шников. 3D-шники — это такой тестовый курс, который мы делали по системе Scrum. Это айтишная система, которая предполагает именно вот такое взаимодействие. И они показывают очень хорошие результаты. То есть когда мы даем командные задания, они выполняют их на уровне суперпрофессионалов. То есть наш преподаватель по 3D, Виталик, он тоже будет преподавать у вас 3D. Он говорит, Оля, я просто в шоке, я не знаю, как они это делают. Это просто unbelievable. Это просто результат крутой командной работы. То есть мы будем подбирать вас по целому ряду показателей, которые мы сделаем так, чтобы вы все были совместимы в командах. Мы знаем, как это делается. И вам будет максимально комфортно взаимодействовать совместно. Для того, чтобы мы могли собрать вас в команду, и это было клево, то есть вам было комфортно и продуктивно в них работать, я попрошу вас сделать к следующему занятию свод-анализ. Это мы у меня учили, свод-анализ у меня учили, когда я занималась по нашему бизнесу. Я проходила специальное обучение более года. Оно длилось, очень много денег оно стоило. И оно в том числе было основано на свод-анализе. Что вам нужно сделать? Вам нужно в документ написать одну страницу о себе. То есть слабые стороны — четыре. Четыре. Слабые стороны, сильные стороны, угрозы и возможности. Что это такое? Это просто вот вы отключаете, скажем так, мыслительный процесс и пишете, вот как вы считаете, какие у вас есть сильные стороны. Точно так же слабые стороны. Что касается угроз, это имеется в виду, что именно может помешать вам достичь цели, то есть стать моушн-дизайнером, например. И возможности — это тоже основано на ваших сильных сторонах. То есть чем вы можете быть полезным в группе, какие у вас есть такие сверхспособности, как у героев, не знаю, мультфильмов, фильмов. Какие у вас есть сверхспособности, какие возможности вы можете дать тому продакшену, с которым вы будете работать, и той группе, в которой вы будете находиться. Окей? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если по своду вы поняли. Чат. Так, все, по своду поняли. Отлично, отлично. Все, чудесно, чудесно, классно, супер, хорошо. Теперь твердые навыки, которые уже есть. То есть все это вы пишете в документ. Твердые навыки, которые уже есть, то есть чем вы можете быть полезны, опять же, в вашей группе. Мы не будем прокачивать те навыки, которые у вас уже есть, скорее всего, но тут уже вы будете смотреть. Мы будем усиливать слабые стороны. Ну, в том числе, я думаю, что командное взаимодействие, оно развивает все вообще, если честно. Окей, твердые навыки, которые уже есть. Дизайн, коммуникации, не знаю, какие-то психологические, поддержка, сценаристика. Что бы это ни было, напишите, какие сильные навыки у вас есть. Какие стороны вы бы хотели прокачать в себе? Это тоже важно написать, чтобы мы, как кураторы этого курса, могли обращать на это внимание и давать задания, которые основаны на развитие ваших качеств, которые вы хотели бы прокачать. Вот. Сокровищница вдохновения — это то, что вам нужно собирать. Помните, я на всех, наверное, лекциях рассказываю о том, что сокровищница вдохновения — это крайне важная штука для того, чтобы вы могли развиваться. то есть вам нужно зарегистрироваться на Behance или просто зайти на Behance, Dribble, Instagram и начать скриншотить или как-либо, как вы хотите, собирать ваши сокровищницы вдохновения. То есть туда входит видео, туда входит изображение, абсолютно всё, музыка, всё, что вас вдохновляет, с этого дня вы уже профессионалы, когда вы приходите только к нам на курс. Мы относимся к вам как к профессионалам, поэтому с сегодняшнего дня вы, как и я, и Павло, и все-все-все люди, которые с вами занимаются. Да, желательно эти сокровищницы вдохновения создать целую папку, вот, или вы потом сможете создать чат с вашей группой и всё-всё-всё туда кидать. У нас, например, есть, у меня есть отдельная сокровищница вдохновения с моим продюсером, который в Киеве работает, это Юра, ну, то есть который занимается полностью видеоматикой всеми клиентами нашими. У нас тут есть отдельный чат, где мы реально просто постоянно собираем референсы. И это гораздо прикольнее, чем если ты сам собираешь, сам себе, знаете, такой одинокий художник. Классно, если у вас есть, например, общий чат, куда вы можете скидывать то, что вам нравится, или какой-то чат с человеком, с которым вы совместно идёте рука об руку по жизни, и он вас поддерживает. Это просто супер, если вы совместно собираете такие сокровищницы, и вы знаете, что в любой момент вы можете вернуться к этому чату и найти то, что вам нужно. Удобно очень в Телеграме. Вот. Так. Можно присылать, опять же, у вас будут папки на Google Диске, вы можете туда собирать ваши сокровищницы, а можете с кем-то их. Главное, чтобы вы их сохраняли. Вот. И музыка — это тоже то, что очень сильно вдохновляет при создании видео, поэтому музыку тоже стоит собирать. Окей. С этим я так понимаю понятно. Як знат ещё сильні сторону, дійсно сильні, чей навпаки? Очень хороший вопрос. Ну, смотрите, вам нужно просто написать, как вы это чувствуете, то есть как вы это видите. Обычно сильная сторона — это обратная сторона слабой стороны. И наоборот. То есть, вот, например, эмоциональный человек, да? С одной стороны, он может там, не знаю, хорошо продавать, он хочет, он может вдохновлять людей, он может вести за собой. То есть это харизма, да? Харизматичный человек. С другой стороны, вы знаете многих музыкантов, артистов, которые настолько эмоциональны, что они потом, ну, они подвержены многим угрозам, такими, как наркотики, например. Потому что они то на пике, то на спаде. И у них вот эта амплитуда очень большая. И я тоже такой была, я не принимала наркотики, скажу вам сразу. Вот. Но я была очень эмоциональна. У меня были огромные выступления, там, на несколько тысяч человек. И с одной стороны, люди, которые сидят в зале, им это нравится. А с другой стороны, это происходит так. Ты то на пике, то на сильном спаде. И то, чему меня учили, когда я проходила вот этот тренинг годичный, о котором я говорю сейчас, да? Меня учили, что амплитуда не должна быть вот такой, она должна быть маленькой. То есть ты чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. И тогда, ну вот уже много-много лет, у меня нет вот таких вот жестких перепадов, как были в начале моей карьеры. Поэтому для тех из вас, кто очень эмоциональный, ну, тоже пользуйтесь, потому что ваше сердце, оно не резиновое, и нельзя устраивать себе такие серьезные качели. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, сильная сторона чаще всего, и слабая сторона, это две стороны одной медали чаще всего. Поэтому нужно писать так, как вы это чувствуете, вот, а дальше мы уже посмотрим в рамках курса. Вот, так, приведите, пожалуйста, приведите варианты возможностей. Возможности выходят из ваших сильных сторон. Например, вы можете создавать классный дизайн, например, да, или вы можете поддерживать других людей, например. Это, на самом деле, люди очень сильно недооценивают психологию. То есть они говорят, что, ну, психология — это такое, что-то непонятное, эфемерное. Но на самом деле, если у человека с психологией все нормально, то он может освоить любой навык, абсолютно, абсолютно любой. Поэтому, если вы эмпатичны и способны поддержать других людей, то это реально крутая, сильная сторона, которую есть смысл записать или в плюс. Ну, ладно, мы не об этом. Поехали. Надеюсь, чтобы вы поняли, о чем речь. Хорошо. Итак, soft skills — что это такое и с чем их едят? Итак, soft skills — это все, что нужно для того, чтобы быть счастливым, заниматься любимым делом, приносить пользу людям и получать благодарность тех клиентов, непрерывно расти в профессии и лично. То есть, тот, кто владеет soft skills и достаточно эмпатичен, организован, говорит то, что думает, не держит в себе, при этом умеет говорить с любовью, конструктивно, имеет порядок в голове, вот такой человек реально очень быстро растет в профессии и с ним приятно общаться. Думаю, вы таких встречали, если да, то поставьте плюс. Чаще всего мы о них говорим, что это профессионалы, но мы не можем понять, а в чем они, в чем их скилл. То есть, понятно, что можно освоить любой скилл, но есть часто дизайнеры, например, 3D-шники, очень часто такие бывают, с которыми тебе просто не хочется общаться. И у него вроде бы сильный скилл, но заказов у него мало, потому что он, ну, человек такой. Поэтому мы сегодня с вами говорим о том, как не быть, почему вот так случается, что есть люди, которым просто хочется власть дать. И как таким человеком не быть? Вот. И так, без soft skills происходит травма, потому что человек не умеет конструктивно себя вести с другими людьми, и из-за этого он травмирует себя и травмирует других. Вот. С soft skills ты умеешь позиционировать себя правильно, то есть ты достойно себя оцениваешь, берешь нормальные деньги за свою работу, имеешь доступ к своей суперсиле, мы об этом сегодня тоже поговорим, грамотно планируешь год, день и месяц. Часто спрашивают на собеседованиях, а что вы планируете сделать через год? Это нормальный абсолютно вопрос. Но люди такие, через год, это никогда вообще. Вот. Но на самом деле мы живем в достаточно длительный промежуток времени, слава богу, и мы должны планировать не днем, а месяцем, годом, то есть длительным промежутком времени. Тогда у нас не будет этой постоянной трясучки, типа я что-то не успеваю и так далее. Мы сегодня тоже об этом поговорим. Далее. Soft skills ты умеешь правильно опять же планировать, получаешь максимум при оптимальных затратах сил. То есть вы знаете, 20% усилий дают 80% результата, сегодня поговорим, что это за 20%, куда приложить свою силу. Также вы умеете видеть цель и быть ответственным. Есть такая теория, что если цель твоя, то ты автоматически становишься ответственным. Я на самом деле в это верю, ну я это проверила не на одном своем сотруднике. То есть если человеку нравится это делать, то его не нужно заставлять быть ответственным. И если не нравится, то наоборот. Вот. Ты будешь делать работу на 100%, доводить дела до конца и непрерывно расти в профессии. Что же это за мягкие навыки и каких правил стоит придерживаться? Правило soft skills номер один это помнить, что твоя жизнь в твоих руках. Абсолютно. То есть вот то, из-за чего у людей есть большое количество стресса, и это доказано гарвардскими учеными в том числе, если копать глубоко в психологию, то чаще всего мы бываем недовольны другими людьми. И это очень сильно сказывается на нашей мотивации. То есть муж что-то не сделал, начальник какой-то не такой. И то, что я встречала очень часто у подчиненных людей, то есть у которых нет руководящих позиций, а которые работают просто в команде. Чаще всего причина, почему они не растут, именно в том, что они обвиняют других людей вообще в любой ситуации, которая с ними случается. Это люди, которые перекладывают ответственность за свою жизнь на других. Наши студенты никогда так не делают, и поэтому они такие успешные, и так у них все хорошо. О чем речь? О том, что с сегодняшнего дня вы те люди, которые сами ставят себе целью, и сами их достигают, и никого не обвиняют в своих неудачах. То есть если получилось, это ваш успех, если не получилось, ну, не получилось сегодня, получится завтра. Получается, когда ты делаешь достаточное количество попыток. Любая программа, любой новый навык имеет порог входа, и такой порог сопротивления. Это такой тест-драйв. Получится, не получится. То есть программа, например, After Effects, Cinema 4D, любая программа, которую вы осваиваете, она имеет порог входа, и вы должны просто знать об этом. То есть какое-то количество часов, например, 10, вы должны просто получается или не получается, вы просто пробуете, пока не получится. Вот. У вас для этого будет преподаватель, она вам все объяснит, покажет, но если не получается, нужно просто идти дальше. Вот. Это такой порог входа, который просто нужно пройти. Это все проходит, вот, и вы тоже пройдете, так что ничего страшного. Вот. Взять ответственность на себя и вперед. Это твоя жизнь, и второе правило soft skills, обязательно сделай ее легендарной. И вы можете сказать, ну, мы просто сценаристы, моушн-дизайнеры, мы 3D-шники, еще кто-то, ну, мы просто люди, как мы можем свою жизнь сделать легендарной? Но на самом деле есть такая восточная теория о том, что все мы это части большого узора. И когда ты делаешь свою жизнь легендарной, что это значит? Это значит проявленность вашего узора, то есть тех уникальных талантов, которые вам даны, ваша жизнь становится легендарной, когда вы свои таланты проявляете, когда вы их развиваете, и таким образом к вам придут возможности, люди, деньги, абсолютно все то, что вам нужно, если вы будете развивать тот уникальный талант, который в вас заложен. И у вас на самом деле у людей, которые создают видео, есть огромная сила вдохновлять других людей, показывать им ту сторону, которую они никогда не видели и без вас не увидели бы. Мне кажется, мир без видеопродакшна был бы гораздо более серый, нежели он есть сейчас, поэтому в ваших руках есть большая сила и вам просто нужно прокачать навыки для того, чтобы вы могли использовать эту силу. Это Саша, это мой очень хороший друг, мы уже, наверное, больше восьми лет работаем вместе, и раньше он был обычным офисным сотрудником, мы с ним работали вместе в одном офисе, и он был парнем, который постоянно себя, как сказать, за горло брал, знаете, протыскав украинскую ногу, он постоянно себя зажимал, и он получал очень много денег, и к нему как-то очень так относились, ну, оператор, ну, оператор и оператор, кто такой оператор вообще, вот, и в какой-то момент я просто решила уйти с этой компании и начать свой бизнес, и я постоянно, ну, мы открыли продакшн тогда, я постоянно его таскала на свои съемки, потому что он очень хорошо снимает, и Саша, у него постоянно был такой конфликт, то есть, с одной стороны, он не мог оставить вот эту свою старую жизнь, а с другой стороны, его постоянно тянула я, по крайней мере, в новое, и где-то полтора года он очень сильно сопротивлялся, постоянно говорил, что он не может, у него работа и так далее, ну, я его тоже могу понять, дети, семья, и, понимаете, это постоянно случается, если ты хочешь перейти на какой-то новый уровень и хочешь взять высоту, которую ты никогда не брал, тебе придется от чего-то отказаться, и вот в данном случае Сане, ему пришлось отказаться от той работы, на которой он работал, и сделать шаг в неизвестность абсолютную, ну, наверное, такое состояние, как у нас с вами немножко сейчас, почему? Потому что все меняется, мир меняется, и мне, знаете, каждый день, буквально каждый день в Инстаграм пишут, Оля, вы знаете, вот, я хочу с вами поговорить, мне кажется, вы меня понимаете, вот, я только настроился, вот только у меня все выровнялось, и снова какие-то перемены, сейчас вот в мире перемены происходят, я постоянно говорю, ребята, это нормально, это, вы должны полюбить перемены, вы должны впустить в свою жизнь перемены и научиться серфить, как на серфе по волнам, и это абсолютно нормально, вот, и я вам сейчас расскажу, чем закончилась история, а точнее не закончилась, а как она продолжилась, вот, Саня начал снимать с нами, он начал все-таки отпрашиваться с той работы, уходить постепенно, и вот он снимает с нашим продюсером Юрой, с Кондратиком, вы видите, да, со мной немножко тоже снимает. Вот, это Саша и его дочь Эмма, его жена Оля, не эта Оля, а другая Оля, вот, и Саша начал как-то оживать. Ну, видите, тут эта фотосессия нашей команды была тогда, еще чуть-чуть, несколько лет назад, и вы видите, это человек с абсолютно светящимися глазами, по которому не скажешь, что ему как-то жизнь не удалась, правда? Вот, и он как бы почувствовал, что его талант, он востребован. Вот, и потом он ушел с работы, и теперь Саша работает, видите, с крутой техникой, с крутыми командами разными. У него родился сын, и он может себе позволить то, с чего он хочет. Если раньше он зарабатывал чуть-чуть денег, то сейчас, ну, он зарабатывает где-то ориентировочно, две тысячи долларов в месяц, и попасть к Сане, чтобы, вот, он снял нам какой-то проект, очень сложно, он постоянно говорит, ой, сори, я уже занят, я уже занят, я уже занят, и реально я говорю, Саша, ну, тебе надо за полгода записываться. Он говорит, ну да, потому что клиенты. И я бы хотела, чтобы такая история, она случилась с каждым из вас, и вы абсолютно реально можете это сделать. То, что он сделал, он просто ушел такие с твоей работы, и он написал всем продакшенам, большим, что «Привет, я Саша, я могу снимать бэкстейджи, или что вам нужно снимать?» И все, его начали приглашать, 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 и буквально там за несколько месяцев он прижалился с человеком, который просто сидел в офисе, ну, человека, который занимается любимым делом и классно себя чувствует. И вы тоже так можете, на самом деле. Я это рассказываю вам, как, ну, реальный абсолютно пример моего хорошего друга, который на моих глазах происходил. Вот, и это тоже может случиться с каждым из вас, если вы только захотите. Как это сделать? Порядок в голове, может быть, это очень грубо сказано, но я немножко расскажу, что я имею в виду. Очень классная штука, она работает. Дело, которое вы любите, потому что долго заниматься тем, что вы не любите, не получится, ну, и достичь в этом какого-то успеха, потому что это вы тогда реализовываете не свой узор, а чей-то другой. Вот. Далее. Цель и определенность с приоритетами. Это обязательно такой пункт развлекательной программы, потому что когда тебе ясно, куда ты идешь и какие этапы тебе нужно пройти, тогда ты и доходишь. И знаете, абсолютное большинство людей не имеет никакой цели. Абсолютно. То есть они вот живут, и их так от одного берега к другому болтает, и они по итогу ни к чему не приходят. Но на самом деле, хоть мы и живем достаточно длительный промежуток времени, этого времени у нас не так уж и много. И задача — использовать его эффективно. Вот. И развивать ваши таланты. Вот. Вам нужно будет создать себе условия для работы, то есть посадить зерно в плодородную почву, убрать все лишнее. Мы сейчас об этом поговорим. Нужны будут спасатели. Это такие штуки. Вот. Понять, что тебе нравится в профессии и кайфовать от этого. Потому что в любой профессии есть то, что тебе нравится, а есть то, что просто нужно. И вот пока ты делаешь то, что просто нужно, ты понимаешь, что это не навсегда, и скоро будет то, что тебе нравится в этой профессии. Ежедневная работа, то есть развитие — это дисциплина прежде всего. И вам нужно ввести motion design, сценаристику, любую сферу, в которой вы не занимались. Ее нужно ввести в ежедневную рутину обязательно. То есть вы встаете с утра, и вы занимаетесь этим. А дальше всем остальным. И брать оплату за свою работу — это даст вам развитие. То есть мы принципиально не работаем с нашими студентами бесплатно. Это невозможно. Кроме каких-то, возможно, социальных проектов или каких-то таких неоплачиваемых работ. Но если наш выпускник или наш студент делает какую-то работу в рамках продакшена, он обязательно, обязательно получает за это деньги. Это написано в правилах компании. И это наше переконание на тело того, что мы учим наших студентов брать деньги. Потому что часто творческие люди, они говорят, ну, мне это и так получается, это ничего не стоит, я сделаю просто так. Мы, в принципе, не берем, ну, мы не даем такую возможность. Если вы что-то делаете, не важно, сколько денег вы получили. Важно, что этот акт, в принципе, состоялся. Поэтому вам нужно брать оплату за свою работу, иначе вы будете выгорать. То есть сколько денег брать, столько, сколько вы чувствуете, вам нормально за эту работу. Все. Так. Напишите, пожалуйста, в чат, вы еще со мной, вам интересно или нет. Может быть, какие-то вопросы возникают у вас. Вот. Потому что мы сейчас переходим к следующему блоку по вот этому всему. Так. Все супер, отлично, спасибо. Хорошо. Тогда мы идем дальше. Порядок в голове. Что это? О чем я говорю? Все супер, спасибо. О чем я говорю про порядок в голове? Знаете, есть такая девушка, Анна Всехсвятская, ее муж Сергей Всехсвятский, вы можете найти ее в Инстаграме и подписаться на нее. Это наша клиентка, и когда я с ней познакомилась, у нее есть целый курс, называется «Порядок в голове», и этот слайд, собственно, посвящен, наверное, ей. Потому что, когда я с ней познакомилась, она занимается тайм-менеджментом для девушек. И я говорю, Аня, а чем вы занимаетесь? Она говорит, тайм-менеджментом для девушек. Я такая, что? Тайм-менеджментом? Потому что мне надо было видео про это снимать. И я такая, думаю, боже, какая-то секта, кошмар. Но на самом деле, когда я начала копать глубже и просто подписалась на Аню в Инстаграме, я поняла, что то, чем она занимается, это очень глубоко и очень сильно. На самом деле, очень классно. И можете смотреть видео с ней, много на Ютубе. И суть в том, что на самом деле творческим людям, как и женщинам, не подходит классическая система а-ля, вот в 6 утра я встаю, в 8 утра я на заводе, до 9 я работаю, вечером у меня там, не знаю, пятеро детей на лавках, и все. То есть творческие у людей это так не работает. Работают другие инструменты, например, долгосрочное планирование. Потому что часто, знаете, вот есть такая штука, очень много всего, и ты постоянно завален кучей дел, и такое впечатление, что никуда не двигаешься. Отчего так происходит? От того, что у тебя планирование, и либо его вообще нет, либо ты планируешь очень коротко, например, рамками одного дня. И получается, что у тебя в дне там 25 задач, из которых ты 10 не выполняешь, и ты уже стрессуешь из-за того, что ты ничего не успеваешь. Но на самом деле, ты много чего успеваешь. И то, чему учит Аня, это триада. Триада мечта, цель, план. То есть определиться, о чем ты мечтаешь, поставить четкий план, и к нему прийти. Но мы сейчас тоже к этому придем. А все начинается с того, что внутри нас, где вот этот источник суперсилы, о которой я обещала вам рассказать, где вот этот источник, энергии, он, вот все говорят психологи в детстве, но не совсем в детстве. У нас с вами есть внутренний ребенок, внутренний подросток и внутренний взрослый. И вот если мы говорим о ребенке, то у большинства, большинства людей этот ребенок, который отвечает за творчество, за наслаждение жизни, за то, что вы видите что-то новое, вы замечаете всю прекрасность мира, который вокруг вас, и кайфуете от всего, что вы делаете, вот это внутренний ребенок. Но у большинства людей, что трагично для творческих людей, на самом деле, этот ребенок, он находится в категории отрицаемая. То есть он не принят, он как бы подавлен. И ты постоянно подавляешь вот свое желание отдохнуть, где-то развлекаться, печь печенье, вязать крючком, творить в любом проявлении. Почему? Потому что ты взрослый, и тебе нужно работать. И из-за этого вот этот источник творчества, когда ты можешь пробовать и себя не контролировать особо, и не оценивать себя как-то не так, что очень часто делают наши студенты, они такие, ой, Машеньки, лучше получилось, чем у меня. Нет, так не надо делать. В общем, вот этот источник вдохновения, он и находится во внутреннем ребенке. И вопросы, которые стоит себе задать, это о том, что вас радует, что приносит вам удовлетворение, чего бы вы хотели, потому что хотелки — это вопросы внутреннего ребенка. Вот. Вот эта игривость, вот эта легкость, вот это все — это потребности внутреннего ребенка. И то, о чем мы говорим, сегодня вам просто нужно понять, что это есть. И не стоит вот эту свою игривость никуда девать и ограничивать. Потому что, знаете, взрослые люди, во взрослом возрасте внутренний ребенок никуда не девается. И мы так и продолжаем быть вот такими игривыми, веселыми, такими, как мы были в детстве. Вот. Но есть обратная сторона внутреннего ребенка, он хочет играться постоянно. и он очень сильно боится всего. То есть он боится проявляться, идти в новое, и это нормально. Есть внутренний подросток — это человек, который не боится. То есть это человек достижений, успехов, побед, в общество, вперед. Мы всех победим. Это вот потребность внутреннего подростка в том, чтобы достигать, в том, чтобы быть лучшим. Number One. Вот. И в каждом из вас это также есть. И на самом деле в ребенке, и в взрослом заключено огромное количество сил. Вот. И есть... Но в то же самое время внутренний подросток, он хочет слишком сильно, вот у него слишком много этого проявления. И он хочет иногда подавлять других людей. И он такой сверхактивный революционер. Вот. И третий человек, который тоже есть в каждом из вас, это логик. Это взрослый, это человек, который может принимать, оберегать внутреннего ребенка. Это человек, который говорит, смотри, давай мы сейчас... Вот у нас есть план, и мы по вот этому плану делаем вот это первое, второе, третье, а потом мы идем гулять, развлекаться и печь печенье. Вот. И тогда он может найти... Внутренний взрослый может найти баланс между внутренним ребенком, внутренним подростком и реалиями бытия. Вот. Но когда любой из этих товарищей подавляется, тогда мы видим огромное количество взрослых, вроде как людей, которые в любой критической ситуации проявляются, как маленькие дети. Понимаете? Мужчины, которые не способны действовать, например, женщины, которые не способны любить, например, и многие такие вещи, которые происходят от того, что нет вот этого баланса. Поэтому задача просто осознать, что вот такая структура в нас, она есть. Вот. И теперь ребенок отвечает за мечты. То есть задача вашего поссегодняшнего занятия будет помечтать. Помечтать как ребенок, то есть без шор, без рамок. Вот. Чего бы вы хотели? Такую осязаемую мечту. Мы сейчас об этом будем говорить в секунду. Такую осязаемую вашу мечту, которую можно потрогать. Например, я не знаю, но сейчас с путешествиями не сильно складывается, но поехать в Париж, посмотреть на башню, выпить кофе, съесть круассан. Вот это осязаемая вещь, и это именно так нужно расписать. Подросток, он отвечает за цели, за достижения, за результаты. И это подросток, это о целях. Вот. И ваша задача будет написать свою цель. И взрослый это человек, который пишет планы. То есть он логически садится, все раскладывает. И это человек, который воспитывает подростка, оберегает ребенка и безусловно любит тобой. В общем, я думаю, что в целом штука понятная. Напишите, пожалуйста, в чат, знали ли вы об этом и полезно ли вам это знать. Вот. Дальше. Дело, которое вы любите. Я убеждена в том, что невозможно достичь каких-то суперрезультатов в том случае, если вы занимаетесь не тем, что вы любите. Вот, например, у нас в видеоматике очень часто бывает такое, что человек приходит на одну позицию, а остается... Спасибо. А остается работать на другой. Почему? Потому что мы считаем, что... Мы считаем, что человек должен заниматься... Не должен, а мы бы хотели, чтобы люди занимались в рамках нашей компании тем, что они любят. И за это мы им еще платили деньги и они давали результаты, которые помогают компании развиваться в том числе. Вот. И при вот таких раскладах ты можешь максимально эффективно работать. Вот. И когда ты делаешь то, что ты любишь, ты опять же реализуешь свой узор и таким образом ты достаточно быстро развиваешься. Если еще плюс ко всему ты отпускаешь своего внутреннего ребенка и он может вытворять на бумаге в моушн-дизайне что он хочет, это при этом это достигает целей твоих клиента и при этом это еще и логично, последовательно, потому что внутренний урок в своем достаточно развит, следователь в своих действиях и туда и так далее. Дело, которое вы любите, с одной стороны вы его уже, скорее всего, выбрали и пришли на этот курс с пониманием того, что это по-моему нравится творить, а с другой стороны ему в любом случае нужно учиться. То есть если вы учитесь самостоятельно, вы можете это сделать, просто это огромное количество времени. но если вы учитесь на каком-то курсе с преподавателем, он проводит вас этим путем очень быстро, тем более, что практически все наши преподаватели, они имеют не только за плечами море всяких курсов, включаясь зарубежных, но и высшее образование конкретно в этой футболизации. Вы экономите минимум 10 лет жизни, которые эти люди потратили на то, чтобы иметь те знания, которые они вам передадут. И ваша задача впитывать их максимально насколько такому позже. В любом деле тоже бывает то, что вы не сильно любите делать, но это ничего, потому что это жизнь и чуть-чуть дёг тоже бывает приправляет бочку мёда. Вот. Поэтому с этими вещами мы просто принимаем, что они есть и либо делегируем в будущем, либо просто делаем как рутина. Вот. И когда вы занимаетесь любимым делом, вы кайфуете и у вас становится больше энергии, потому что вот этот ваш внутренний ребёнок, он радуется и он даёт огромное количество энергии на всё абсолютно остальное, что вы любите. вот. Поэтому, кстати, я часто говорю, может быть, вы видели в Инстаграме о том, что если ты с утра встал в 6 утра и позанимал два часа тем, что ты любишь, поиграл в это, то у тебя будет классное настроение, целый день, энергия и всё. И знаете, есть такая штука, у нас, например, на 3D мы сказали на вводном занятии, вот такое, как у вас сегодня, распределить свой день в 10 спать, в 4 подъём и 3D до 8 утра, потому что мы не хотим серьёзная нагрузка, ну, это 3D. Вот. И суть такая, что у нас есть ребята, которые вот именно так и живут и каждый день выкладывают 4 часа утра, я встал и вот я теперь 3D-шник. и они показывают сверхрезультаты, которых мы вообще не ожидали. Но они не относятся к этой работе и к этому курсу как-то слишком серьёзно. знаете, бывает такое, ты прям слишком серьёзно всё это делаешь и от этого игривость уходит, ты мозгами всё это пытаешься делать. А мы учим вас делать сердцем, просто кайфовать от этого, играться в это, потому что motion design это дело по большей части внутреннего ребёнка и вам нужно научиться играться в это, потому что слишком серьёзно это приведёт только к нервному расстройству, я вам честно скажу. И ещё, если что-то не получается, это не жизненно важно, ничего страшного, вы это перерисуете, у вас есть преподаватель, он вам поможет. То есть мы играем в motion design максимально, если что-то не получается, то спрашиваем у своей команды или у куратора. Так. Не знали. Классно. Теперь все знают. Так. Хорошо. Мечта, цель и план. Это то, о чём говорит Аня Всехзятская, и я с удовольствием расскажу об этом вам, потому что это действительно работает. Есть люди, которые просто планируют, просто ставят цели, но они такие, знаете, очень серьёзные и очень грустные. Вам не стоит таким быть. То есть последовательность должна быть именно вот такая. У вас вот внутренний ребёнок, он мечтает, он чувствует вот то, чего бы вы хотели, ту жизнь, которую вы бы хотели, то, что вы хотели бы потрогать, куда бы вы хотели путешествовать, что бы вы хотели иметь, кем бы вы хотели быть, что уметь. Вот это всё ваша задача сесть и написать и написать после этого занятия. Потому что это мечта, которая будет греть вас, да, при достижении цели. Вот. То есть это задача внутреннего ребёнка. Дальше. Цель — это задача внутреннего подростка. То есть это чёткое намерение. Например, за ближайших три месяца абсолютно реально, стать таким востребованным моушн-дизайнером и заработать первую тысячу долларов, которую вы потратите на своё любимое дело, съездите на море и, ну, или просто купите себе то, о чём вы давно мечтали. Это абсолютно реальные цифры, которые наши ребята зарабатывают сразу после курса. Просто это зарабатывают те, кто очень плотно-плотно работает, кто перевыполняет план. Вот. Но на самом деле тысяча долларов это там два-три ролика, которые вы делаете, полноценных эксклеймеров. Поэтому это абсолютно достижимо для вас сегодня. Есть море сайтов типа Upwork, есть куча продакшенов, есть всякие группы Телеграма. Мы каждый день постим какие-то вакансии для моушн-дизайнеров, поэтому вы абсолютно спокойно сможете брать проекты и их выполнять, но задача научиться перед этим. Так. Мечта, цель и план. план ваш такой. Например, что вам нужно сделать для достижения ваших целей и мечт. Например, вы это пишете согласно тем целям, которые у вас есть, и тем мечтам, которые у вас есть. Цель это такая максимально конкретная штука, что именно я хочу сделать, в какой срок, и все. План это как это сделать, то есть какие шаги нужно пройти. Например, вам нужно успешно пройти курс, сделать все работы, которые необходимы, создать себе портфолийные работы, потому что все работодатели, они оценивают именно по портфолио, все, и остальное их не интересует, их интересует ваша адекватность, то есть soft skills, умение общаться, быть позитивным человеком, с порядком в голове. Кстати, я обещала сказать, почему люди бывают грустными, и почему хочется им по лицу не общаться с ним, потому что у них вот эта тема внутренний подросток, внутренний ребенок и внутренний взрослый перепутана, и ребята, с которыми не хочется общаться, чаще всего это ребята с подавленным внутренним ребенком, которые постоянно несчастные, знаете, что бы ни сделал, все равно будут несчастны, подавленный внутренний подросток, который постоянно выбивается, и ему хочется, ну, агрессировать из-за того, что он находится в отрицаемом состоянии. И недоразвитый внутренний взрослый, потому что он не контролирует ни одного, ни другого, он просто подавляет. А это неправильное поведение. Правильное поведение внутреннего взрослого — это любовь к ребенку, безусловная, абсолютная, и что бы он ни творил — это окей. Кроме пальцев в розетку. И это адекватная отношение к внутреннему подростку. То есть это отношение к равному, на уровне понимания. То есть можно просто сказать «нельзя курить», а можно объяснить, на что влияет курение, к чему это приводит, почему это не очень хорошо и не следовало бы это делать. Правильное поведение внутреннего взрослого — это забота. Забота. Забота, логика, планирование и т.д. и т.д. Короче, вам нужно составить план. То есть успешно пройти курс за ближайшие три месяца, сдать все работы и сделать себе портфолио, научиться это делать с удовольствием, создать аккаунты на сайтах Upwork, Dribble, Behance, LinkedIn и Instagram. И обязательно ввести Instagram и LinkedIn. Upwork по желанию. Dribble, Behance — просто выставлять туда портфолио. Оттуда реально приходят клиенты из Instagram тоже. В Instagram важно, чтобы были хэштеги, в LinkedIn важно добавить друзья продюсеров. Это важно сделать будет вам уже сегодня. То есть, по крайней мере, создать профиль на всех сайтах, кроме Upwork. Хотя нет, вы уже можете создать, кстати, Upwork тоже. Вы можете загрузить туда свою первую портфолиенную работу и уже сможете начинать брать первые заказы, когда будете готовы к этому. Далее, после того, как это все сделано, нужно будет познакомиться с пятью продюсерами, походить на мероприятия, просто познакомиться и сказать, что вы есть, у вас есть портфолио, и вы сможете начать брать первые проекты и выпускать в свет классные видео. В общем, у вас вот такой вот план. Достигнув все это, вы сможете, не знаю, купить билет на море или купить себе то, что вы хотите, потому что вы заработали свои деньги и можете распорядиться ими, как вы хотите. Важное правило. Если вы о чем-то мечтаете и ставите себе такой артефакт, как море, например, то обязательно потом поехать на море, а не строить дачу, потому что есть такие люди, которые мечтают об одном, а потом делают другое. YouTube не працюя, YouTube как вы собираетесь вести? Клиентов из YouTube, ну, очень сложно, то есть практически невозможно. YouTube, ну, в вашем конкретном случае, это только площадка, такой видеохостинг, площадка, куда вы просто размещаете свои видосы, если у вас лицензионная музыка. Не работает YouTube для привлечения клиентов. Это не та площадка. Вам нужно идти туда, где клиенты ищут вас сами. Вероятность того, что они будут искать вас в YouTube, ну, просто стремиться к нулю. Поэтому нужно идти на те ресурсы, где уже сидят продюсеры и ищут вас. Вот. Вот те ресурсы, про которые мы говорим, важно вам их освоить, а все остальное YouTube приложится. Так, важно. Никакого надрыва. То есть, вот, если вы чувствуете, что уже все, вот вы на сегодня уже все. Просто вставайте и идите отдыхать. Нельзя себя переламывать, потому что каждый раз, когда ты себя переламливаешь, это все равно где-то выстрелит. И, ну, не надо расти через колено. Реально размеренный план и просто регулярная работа дают лучшие результаты, нежели одноразовый забег со всякими падениями, и, ну, который реально такой не очень приятный. Вот. Поэтому я просто знаю, что у нас часто бывают такие ребята, которые я все равно это сделаю и так через колено. Ну, это не надо делать. Где знакомиться с продюсерами? Хороший вопрос, очень. Смотрите, во-первых, все продюсеры сидят в LinkedIn, на Behance обязательно, Instagram тоже. На самом деле, если ты ищешь, вот мы недавно, буквально там чуть-чуть времени назад, наши дизайнеры, с которыми мы работали, все заняты были, и, ну, наши выпускники, я имею в виду, мы искали аниматора на проект очень сложно, потому что мы перерыли весь LinkedIn, мы перерыли Behance, и у нас политика компании работает только с украинскими дизайнерами, то есть мы не работаем с Россией, потому что, ну, генеральный директор, мой партнер, он абсолютный противник России, в том плане, что, ну, в политическом плане это очевидно, то есть у нас это страна-агрессор, с которой воюет Украина, да, вообще, которая воюет в Украине, неизвестно чего, поэтому политика нашей компании не работает с Россией, к сожалению, у нас, ну, были оттуда большие проекты, возможности, все, но, к сожалению, мы не можем с ними работать, ну, вам никто не запрещает, то есть это просто, вы просто зарабатываете деньги, ну, у вас нет таких политических, если у вас нет таких политических убеждений, то вы можете спокойно с ними работать. Так вот, суть в том, что вас, где вас могут искать? В Инстаграме спокойно, на Behance спокойно, LinkedIn, это вообще просто суперплощадка, но там нужно просто иметь нормальное портфолио, мне, ну, часто пишут моушн-дизайнеры, которые, у которых паршивое портфолио, и они вынуждены искать себе клиентов, это ясно. Но если у вас классное портфолио, то мне также постоянно пишут HR, вы не хотели бы с нами поработать, вам просто в профиле нужно указать, что вы, ну, чем вы занимаетесь и вести свой профиль, и все будет ок. Вот, также с продюсерами можно познакомиться на профильных мероприятиях, на них обязательно ходить и знакомиться с спикерами, то есть быть в тусовке. Ну, и также вы можете познакомиться с продюсерами, когда вы с ними работаете непосредственно. То есть и с нами, и мы даем заказы, и к нам приходят продюсеры с нашими выпускниками, поэтому можно еще и так. Ну, и мы делаем галлопоказ, я надеюсь, что все это разблокируется, и мы будем делать галлопоказ большой, где мы будем знакомить вас с продюсерами. То есть возможностей очень много, вопрос сейчас стоит не в продюсерах, а в вашем портфолио. Когда оно будет, тогда продюсеры вас найдут сами, по крайней мере, вот наши выпускники, да, девушка, которая зарабатывала, ну, вот такие деньги после курса, с нами, кстати, она вот, я недавно ей писала, я говорю, Даша, нам нужна твоя помощь, она говорит, нет, сори, ближайшие шесть месяцев проект, и все. Ну, и вот так постоянно происходит. А когда вы находите время работать со столькими соцсетями, у меня главная проблема — цейтнот. Вот, это Макси, Марк, Марк, очень классно, что вы написали этот вопрос, потому что это то, о чем мы говорим. Вам не нужно одновременно работать со всеми социальными сетями. Давайте будем думать промежутками времени. Например, у вас есть сейчас три месяца, пока вы учитесь. Например, вы на этой неделе создаете профиль в Инстаграме и заполняете его. На следующей неделе вы создаете Behance, который займет у вас аж два часа времени, и потом вы создаете там LinkedIn. Вот это три социальные сети must-have, на которых вы работаете. Сначала вы там неделю, да, вы берете на то, чтобы создать профиль и его оформить. На следующую неделю вы берете там, вам нужно выложить работы. Потом вы еще на следующую неделю берете там еще какую-то задачу. То есть маленькими частями вы это делаете. То есть для вас проблема, если вы все пытаетесь сделать одновременно. А если вы пытаетесь, ну, просто разделяете эту нагрузку, то полчаса в день это вообще easy, легчайше вы найдете на то, чтобы этим позаниматься. Как вести эти все социальные сети одновременно? Точно так же. Вот у вас вышел ролик, вы выложили его в LinkedIn. Там не нужно прям супер много вашего участия, чтобы за вами начали приходить продюсеры и чары. Просто нужно написать описание, что вы мошен-дизайнер, выложить несколько ваших работ и хотя бы раз в месяц делать какой-то пост. Не обязательно каждый день. Инстаграм важно вести частенько, хотя бы два раза в неделю. Но в Инстаграме вам не нужно выкладывать целую работу. Вам нужно выложить то, чем вы сейчас занимаетесь. И все. Все будет классно. Вот. Инстане любят принимать видео в горизонтальном формате, да. И для Инсты нужен квадрат или вертикаль для сториз. Но это вообще очень легко. Если хотите, можете написать в чат. Вы это будете знать и будете легчайше делать. Так. Это реально две минуты вашей работы. В Инстаграме использовать свой личный профиль или для мошена создать специально? А что вы делаете в личном профиле? То есть вы его ведете и тратите на это время или нет? Почти ничего. Поэтому не суть. Вы можете, например, создать отдельный профиль для мошен-дизайна. У меня, например, часто, большое количество времени, несколько лет, наверное, мой профиль личный был профилем, на который были подписаны наши клиенты. И я его ввела такой полуличный полупрофиль компании. Но я могу вам сказать, что с Фейсбука, с моего, приходит третий, треть клиентов всех на видеоматике приходит с моего Фейсбука. Поэтому ввести профиль свой в Инстаграме и в Фейсбуке – это важно. Так. Всюду профиль иллюстратора. Так. А если у вас уже есть профессийный профиль, то можно дописать, и до него, что вы занимаетесь еще чем-то. Ну, вообще мошен-дизайном, например. Вот. То есть вы можете завести профессиональный профиль, не постить туда ничего такого особо личного, только то, что касается работы, мошена. Но вы можете постить туда личные отношения к этому. То есть это такой лично рабочий профиль. Естественно, всем интересно, кто вы, как вы относитесь к тем или иным вещам, что с вами происходит. Это то, что реально интересно людям. И также вы вставляете туда свои работы. Но обычно то, что делают мошен-дизайнеры, они выставляют только свои какие-то небольшие работы. Такие дела. Я надеюсь, что это понятно. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Дальше. Для того, чтобы работать эффективно, нужно будет создать себе условия. То есть первое, что мы делаем, это нужно создать себе временной промежуток, когда вы работаете. Исследуем все время, куда оно уходит. То есть вам нужно сесть и весь ваш день прописать первое, второе, третье, пятое, куда уходит время. Потому что чаще всего после десяти это соцсети, которые до часу ночи, потом вы не высыпаетесь и встаете там уже после рассвета, и потом весь день вот такой. И на самом деле там часто время уходит куда-то. И есть такой парень, его зовут Михаил Дашкиев, он сооснователь бизнес-молодости в прошлом. И он говорил, что когда-то он пробовал на себе такой эксперимент, он исследовал свое время. И он нацепил на голову камеру GoPro и целый день ходил с этой камерой, чтобы потом расшифровать, куда же уходит время. Знаете, что-то делал, а ничего деланного нет, сделано. И, короче, он выяснил, что час в день он сидит и просто клубит в стену. В стену, просто смотрит в стену час. И вот он выяснил, но у него очень большая нагрузка, и он выяснил, что он вот так просто зависает. Ну, естественно, что он как-то начал перераспределять свое время, потому что не очень эффективно сидеть и тупить в стену целый час. Лучше, не знаю, поспать это время как-нибудь. Ну, в общем, задача ваша — исследовать, куда уходит время. И найти свои пики активности, то есть когда вам нравится заниматься. Потому что вам нужно будет найти время фиксированное, когда вы можете заниматься каждый день. Желательно, да? Например, кому-то больше вечером, кому-то больше днем, кому-то утром. Но на самом деле нужно плавно перевоспитывать себя на сову, как я лично считаю, потому что у меня, например, мама, она художник, и она ложится спать не раньше шести утра. Но вот ей сейчас чуть-чуть за 50, и у нее постоянно очень высокое давление. И врачи говорят, что это от хронического недосыпания, которое уже 30 лет тянется. И они говорят, что каждый раз, когда ты ложишься спать после 11 вечера, это вносит необратимые изменения в мозг. И это означает, что это влияет на здоровье. Поэтому наш организм так устроен, что всем нам необходимо спать, и желательно делать это ночью в промежуток с 10 вечера до 2-3 ночи. Наш организм наилучшим образом восстанавливается. И поэтому супер, если вы можете ложиться в 10 и вставать в 5. Это будет самый идеальный вариант. Просто все творческие дела переносим на утро. Сначала это сложно, потом это очень классно. Ты начинаешь встречать рассвет, и тебе реально это нравится. Просто нужно перестроиться. Вот. Дальше. Пишем список пожирателей времени. Это соцсети, это сериалы, это все рутинные работы, которые можно либо делегировать, либо оптимизировать. Например, вместо покупки продуктов, которые занимают кучу времени, если вы это делаете особенно каждый день, любой такой заходик в магазин, это как минимум полчаса времени. Можно это делать, просто составить план и заказывать все продукты на заказ UA или в каком-то другом сервисе один раз в неделю, на всю неделю, и больше не тратить на это время. То есть, если вы, например, шесть раз зашли в магаз, это минимум три часа. А заказать продукты по плану, это полчаса. То есть, вот, вы уже два часа в неделю выиграли. То же самое касается соцсетей. Просто ставим блоки на соцсети, максимально, там, 15 минут в день на соцсети, и все. Потому что если не ставить его, то шесть часов так спокойно, в среднем шесть часов времени среднестатистический человек тормозит свою жизнь в соцсетях. Просто, ну, и каждый раз, когда ты скроллишь, ну, мозг тупеет. Реально, такое есть. Поэтому все вот эти пожиратели времени нужно остановить. Делегируем рутину. Ну, заказать продукты может мама, муж, ребенок, кто-либо. Просто поставим им такую задачу. И это несложно и не страшно попросить о помощи. Просто сказать, слушай, знаешь, я сейчас занимаюсь, для меня это очень важно. Помоги мне, пожалуйста, вот с этим. И это, на самом деле, легко. Потому что... Ну, у меня, знаете, был такой период, когда я работала по 18 часов в сутки, а потом что-то приходила домой, убирала, что-то делала. И это было полтора года моей работы на телеке, когда я думала, я просто сойду с ума. И, ну, депрессия начинается быстро от такого. Но когда ты перераспределяешь свое время, то я сказала просто своим сотрудникам на работе, я сказала, ребята, ну, нужно перераспределить мои обязанности, чтобы я не работала по 18 часов. И дома тоже я все это перестроила, и я стала там работать 12 часов, чуть-чуть отдыхать и спать. Ну, и так стало все на свои места. Да, то же самое. Это, ну, знаю, такая тяжелая тема, но нужно сказать, просто поговорить с вашими домашними, с вашими ребятами на работе, и часть рутины делегировать, чтобы вы освободили хотя бы там пару часов в день, которые вам необходимы на восстановление и на дизайн. Вот. И фиксируем время на работу, которую вы делаете по моушену. Желательно, чтобы у вас было определенное время, например, там, с 4 до 8 утра, когда вы занимаетесь только этим, и больше ничем, это ваше личное время для вашего внутреннего ребенка поиграться в моушен. Вот. Дальше. Окружение. Нужно окружить себя преимущественно теми людьми, после общения с которыми у вас становится больше энергии. Знаете, часто люди держат возле себя тех людей, с которыми вообще не по пути. Бывало такое у вас? Вот ты с человеком пообщался, потом ты такой, вау, как выжатый лимон. Просто бывают люди, с которыми мы несовместимы. Вот реально они бывают. И это уже доказано тоже. Поэтому нужно окружить себя такими людьми, после общения с которыми вам хочется жить, на душе птицы, и вообще все отлично. Вот. Таким образом у вас будет ресурс. Потому что у вас сейчас будет нагрузка, и вам необходим ресурс, в первую очередь эмоциональный. Потому что если у вас с эмоциональным ресурсом и с психологией все ок, тогда у вас большое количество энергии, и вы можете все, вообще горы с вами. Вот. Заботимся о здоровье, нужно пить воду, перестать пить кофе, курить, там, ложиться поздно спать, заниматься спортом, и все будет гуд. Ну, на здоровье нужно обратить внимание, потому что это источник ваших сил. Вот. Ну и нам не просто так дано это тело, мы должны за ним следить. Вот. И мы находим себе спасателей, находим то, что вы любите в профессии, фокусируетесь на этом, и просто это нужно прямо написать, и себе перестать пить кофе. Ну, желательно, очень желательно, потому что, ну, так мы устроены, что кофе делит кровь и выжимает воду из клеток, и многие всякие вещи. У меня, например, очень низкое давление, очень низкое. Но я вот не пила кофе, все эти абсолютно адекватные человек. Просто кофе — это дурацкая зависимость, которая у нас есть. Тем более вот эти все латешечки, капучиночки, это можно сделать там раз в неделю, но каждый день пить кофе — это очень вредно для нашего организма, поэтому, ну, нужно это чем-то заменить. Во-первых, спать вовремя, во-вторых, ну, разобраться, почему организм хочет пить кофе много, то есть, почему он неактивный без кофе, потому что это не нормально. То есть, нужно найти, в чем причина, почему организм бялый без кофе. Может быть, адаптация какая-то, там, не знаю, пару недель, но потом у вас просто появится внутренний источник сил, который не зависит от внешних таких штук, типа кофе, и вы от него независимы. Ну, а вдруг кофе где-то не будет, а вы, ну, не знаю, поехали путешествовать, а кофе нет. Ну, я, честно говоря, раньше в чемодане у меня всегда лежал такой целый, лежала банка кофе, но я поняла, что это не очень адекватно, что я просто зависимый кофе человек. Поэтому, ну, мой доктор сказал, «Да нафига тебе кофе?» Я просто в один день перестала его пить, и вообще не скучаю об этом. Поэтому, ну, я не говорю вам, что это обязательно нужно, но вы можете попробовать, по крайней мере. Что еще нужно делать? Вести соцсети, вы уже поняли. Следить за своим состоянием, то есть если вы перегружены, то не догружайте еще, лягте, поспите. Развивать свое окружение, то есть общаться с позитивными, классными людьми, можно в нашем чате их найти. Вот, надеюсь, что скоро мы все сможем встречаться один, друг с другом, ходить на мероприятия, и вообще будет у нас такая коллаборация, но пока что просто в пятом апреле. Вот. Правильно взаимодействовать с работодателем, я тоже расскажу, как это делается, иметь правильное отношение к работе, то есть играться в нее, как ребенок, достигать целей, как взрослый, и логически планировать, как взрослый, а достигать целей, как подросток. Вот. И также достойно себя оценивать, то есть не работать сверх должного и брать деньги за свою работу, это must happen. Вот. Положительный настрой и баланс, то есть когда он возникает, когда вы не перегружены, потому что когда ты каждый день перерабатываешь, то через три дня ты уже замечаешь, что ты делаешь все так, типа сделал как-то и слава Богу. Вот. А нужно, чтобы вы работу свою делали с любовью. Как это сделать? Простой, простая формула, это утро для себя, день для социума, день — это ваше служение социуму, и вечер для семьи, и ночь для сна. Вот при таком балансе вы всегда будете мотивированными, счастливыми, даже без кофе. Вот. Ну и, конечно, заниматься любимым делом. Ну, суть такая, что нужно перераспределить день так, чтобы вы не упахивались. Это делается так, вы просто ставите не дневные планы, а недельные, и если вы что-то не успеваете, ничего страшного, перенесете это чуть-чуть на позже, никто от этого не умрет. Вот. В общем, положительный настрой. Утро — это ваше время, когда вы наполняетесь энергией, когда вы делаете что-то для себя. Занимайтесь дизайном, читайте классные книжки, не знаю, которые вас вдохновляют. Мне лично очень нравится восточная литература, такая, как Руми, например, как Амар Хаям, как Халил Джибран, его книжка «Пророк». Это просто 60 страниц чистого вдохновения просто. Поэтому найдите то, что вас нравится и то, что вам нравится, и читайте это по утрам. Это, на самом деле, очень важная штука. И даже 10-15 минут такого чтения в день заряжает вас на весь день. И самые успешные, самые классные люди — это те, кто утром вырывает вот это время у своего сна, который, на самом деле, никуда особо не ведет, кроме просто физическому здоровью. Но если вы спите больше, там, 7 часов, то это уже ничего не дает. Вот самые успешные люди — это те, кто вырывает это время для себя, для своего развития и для творчества. Тогда, представляете, если каждый день вы 2-3 часа уделяете себе, тогда у вас будет за неделю это 14-21 час, то есть это очень много. Это практически полдня-целый день. Плюс это самое рабочее такое время, когда вас никто не отвлекает, не звонит телефон, вас никто не дергает. И тогда за год это фактически ну, ну, очень много времени. То есть 365 умножим на 2 это 700 часов времени, даже больше. 700 часов в год очень много. Если вы определяете своему делу столько часов, то, ну, все будет очень классно. Ну, и, конечно, относиться к всем вещам, ну, смотреть на них с двух сторон, с положительной и отрицательной, потому что часто люди только с отрицательной смотрят и постоянно ходят такие, о боже, все плохо-то, посмотри, ну, и то, и то, и то, все же хорошо, но такого-то нет. Поэтому не будьте такие. Вот. Вести соцсети, как это делается? Оформить профиль профессионально, то есть хорошие фотографии, чтобы было видно, что вы специалист, а не просто там с котом сфоткали. Вот. Писать посты каждый день, это касается Инстаграма, выкладывать, что с вами происходит, какие работы вы делаете. Если вы посмотрите на профиль Павла, то вы увидите, сейчас он его не ведет каждый день, потому что он очень загружен сейчас в работе. вот, но если вы посмотрите, как он начинал и что он делает сейчас, то это очень видно, и он там, у него много коллабораций с разными дизайнерами, поэтому, ну, если интересно, можете глянуть. И это только начало его пути. Вот. Поэтому Инстаграм и желательно Фейсбук ввести, прям ввести. Каждый день добавлять друзей, друзьям, минимум пять продюсеров. Это в LinkedIn желательно добавлять. Ну, в общем, вы выберите те социальные сети, которые вам отзываются, и вот это все нужно делать там. Писать, можно писать продюсерам конкретные сообщения только после курса, что, привет, я вот такой эмоцион-дизайнер, вот какие-то у меня работы, я буду очень рад сотрудничать. Это нормально, абсолютно, особенно, если мы говорим про профессиональные сети типа LinkedIn. Вот. Далее, делать красивые фотографии. Сейчас можно на iPhone, просто нужно учиться, красиво ставить свет и от окна фоткаться, грубо говоря. Вот. И выкладывать свои кейсы. Это тоже мастхепчик, потому что вас оценивают именно по вашим работам. О чем писать? Вот несколько идей. Вы можете придумать что-то свое, но я просто даю вам несколько идей, как это может быть. Сторителлинг о вас. То есть, написать о вашем пути, как вы пришли к дизайну, чем вы занимались раньше и прям, ну, выложить вот такой вот сторителлинг. к этому, конечно, надо быть готовым, но это очень классная работа. Дальше. Есть такая классная идея 365 дней режиссерского пути в Фейсбуке. Ну, или не режиссерского, дизайнерского, сценаристского, неважно. То есть, вы пишете там, вот, как, например, наша студентка Валера, она сразу после курса попала в кино, и она вот писала такие вот записки новичка «Shooting day number 21». То есть, съемочный день 21 сложная натура. У них была сложная натура, это природа, где постоянно выходит, заходит солнце. Она не может писать ничего, что связано с проектом, потому что, ну, это запрещено, но она может абсолютно спокойно... ой, секунду. Так. Но она может абсолютно спокойно писать... Что-то случилось с презентацией? Сейчас, секунду. Так, секунду. Ага, вот, все. Она не может писать подробности проекта, потому что там NDA, и во всех ваших проектах, скорее всего, будет NDA, но она может писать о своих чувствах, что она чувствует по отношению к тому, что происходит. И вы тоже можете писать и выкладывать, особенно когда вы на курсе, и у вас каждый день есть какие-то новые задания, вы можете писать, вот, я стал дизайнером, сценаристом, не важно, день первый. И вы пишете, что вы чувствуете по этому поводу и ваши какие-то работы. Вы занимаетесь визуальным искусством, поэтому вам намного легче, чем тем же самым сценаристом, например, или другим специальностям, айтишником, например, которые вообще все пилят один проект годами, и никто не знает, что кто на самом деле делает. У вас не так. То есть вы можете выкладывать каждый день какой-то свой пост. Дальше. Юмор по профессии вообще это must have. Если хотите знать, как писать юмор, у нас на YouTube-канале есть видео режиссура гумора. Посмотрите, это режиссер рассказывает, как писать юмор. Это важное видео, прям классное. Оно в открытом доступе, можете посмотреть. Делиться достижениями. То есть если вы получили какую-то награду, поработали с продакшеном, еще о том, что это классные ваши достижения, закончили курс, выложите свой сертификат, если вы его получили. Чудесно. Все. Делиться достижениями. Дальше. Писать о чувствах. Это могут девушки особенно. То есть людям интересно, кто вы как личность. То есть что вы чувствуете по отношению к тому, что происходит. И лайфстайл. То есть куда вы ездите, с кем общаетесь, вообще кто ваше окружение и т.д. и т.п. это классная штука, как идея. То есть все это это примеры. Вы можете писать свое, то, что вы хотите считать нужным, но вот самая такая простая идея это писать 365 дней вашего пути в ПБ или в Инстаграм куда-то. Идем. Корректно коммуницировать с работодателем и коллегами. Что это значит? Ну, доброжелательность, я думаю, это очевидно, то есть мы корректно всегда коммуницируем бриф до начала проекта. Это обязательное явление. Мы обязательно перед началом проекта должны выяснить целый ряд вещей. То есть взять логотипы, шрифты, цвета, спросить, какая основная идея проекта, то есть о чем это видео, которое я буду делать, что вы хотите передать, какую идею, какое настроение, что должен сделать человек после просмотра этого видео. Это персонажка, персонажная анимация или это без персонажей, какие там должны быть цвета. Утвердить клиентам референсы, это обязательно. То есть если вы клиенту показываете, вам об этом расскажет преподаватель, но клиенту всегда нужно показать вот это, то примерно как тебе нравится или нет. Если он говорит да, тогда ты можешь понимать, что он хочет. Потому что красиво у каждого свое, и ваши клиенты не дизайнеры чаще всего. Поэтому стоит с ними согласовывать. Стопроцентно выдерживать сроки, то есть вам нужно всегда сроки множить на два. И тогда есть шанс, чтобы успеете лучше сдать раньше. Отвечать на сообщения обязательно, желательно на протяжении одной минуты. Никогда не жаловаться, извините. Предотвращать проблемы до их возникновения, то есть видеть заранее, какие проблемы могут возникнуть. Дальше. Предлагать решение, а не говорить о проблемах. То есть когда проблема любая возникает, обязательно нужно написать продюсеру. У него такая работа решать проблемы. И если вы уже на нашем курсе, то какая бы проблема у вас не возникла, у вас есть преподаватели, которые остаются с вами, и они помогут вам решить ту или иную проблему, которая у вас возникла. Ну, конечно, если вы возьмете, я знаю, кредит в швейцарском банке, тогда нет. Но если у вас какая-то проблема с мошен-дизайном, тогда да. Вот. И делать бэкапы всех версий, потому что часто клиенты говорят, ну, давайте вернемся к предыдущему варианту. А вы такие, ой, я уже все переделал. И чтобы такого не было, вам нужно сохранять там, не знаю, проект Вольво версия 1, проект Вольво версия 5. Все версии нужно сохранять. Вот. И также нужно, естественно, постоянно приобретать новые навыки и продолжать учиться. То есть после того, как вы закончите этот курс, вы станете профессионалами, которые будут работать в сфере моушн-дизайна, но с этого момента ваше обучение не заканчивается. То есть вы получили мощный, классный фундамент, но вам обязательно нужно наращивать, наращивать, наращивать обороты и постоянно учиться для того, чтобы в скором времени стать востребованным дизайнером, возможно, арт-директором, возможно, кто-то из вас захочет открыть собственную студию. Все это абсолютно реально, если вы будете постоянно приобретать новые знания и учиться. Спасибо вам за этот вечер, мне было очень приятно с вами его провести, надеюсь, что вам также, и мы с вами уже очень скоро встретимся на занятиях контентных и будем совместно идти к Вашингтелям. Спасибо. По каким дням будут занятия? Занятия будут... Мы планируем по вторникам и четвергам, но мы знаем из нашего опыта с моушн-дизайнерами и с 3D-шниками, что большинство из вас будет смотреть занятия в записи. Спасибо. Поэтому мы сразу делаем контентные занятия, предзаписанные, но у вас будет часть предзаписанных, а часть именно живых, соленых, для того, чтобы вы могли поболтать, пообщаться, а именно контент, он предзаписан, его можно смотреть условно с понедельника по среду в любое время, когда вам удобно. Но ближайшее занятие у нас будет 30-го числа. Спасибо. Спасибо. Все. Еще раз большое спасибо вам за этот вечер. Надеюсь, что это было вам полезно. Если кому нужна презентация, можете написать мне в ЛС, я вам ее пришлю. Хорошего вечера, в добрый путь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok